всем привет с вами denis major сегодня вторник и летсплей по вторникам и как вы просили да я собственно тоже хотел показать мы играем сегодня horizon zero don на playstation 4 я на всякий случай уточню на обычный playstation 4 это не про про у меня забрали мне давали на тест я еще готовлю материал ее обзор потому что сейчас появляются некоторые новые факты которые ну обязательно упомянуть в обзоре а то обзор будет сильно не актуально то есть если я расскажу то что расскажу потом выйдет что-то новое то что сейчас готовится то будет в общем неудобно как-то я думаю вот так что обычная playstation 4 я выпустил уже обзор horizon zero don вы его наверное могли посмотреть но если пропустили вы можете посмотреть по ссылке которая принципе была в самом начале самом начале этого ролика и я ее поставлю в описании если не забуду denis не забудь поставить ссылку в описании короче я постараюсь просто играть ну комментировать естественно игру с ученым то есть я уже сказал что игра хорошая она не шедевр она неплохая и то есть я постараюсь сделать все-таки этот летсплей может быть более позитивным то есть не концентрироваться на каком-то негативе который вы сами можете видеть ну например время загрузки так да это на самом деле начало игры но я все-таки загружу не начало игры я загружу там где я ну вот вот это вот место просто почему я это сделаю чтобы не показывать игру сначала это довольно скучно и нудно поверьте мне но плюс как я уже говорил что первые там полчаса даже не первые полчаса где-то 1 полтора-два часа игры они по сюжету сильно разнятся с тем что будет дальше потому что сюжет в принципе в игре неплохой но начало игры не соответствует тому что будет потом то есть завершение вот этого начального сюжета она находится в опциональных квестах которые можно даже не найти такая вот фигня вот поэтому мы с вами продолжим бегать прыгать и да возможно будут спойлеры если они будут я постараюсь предупреждать об этом заранее но полностью исключать их не буду так вот смотрите мы что-то нашли сейчас я немножко надо будет мне самому голову перестроить с управления зельды на самом деле когда поиграв зельду я снова стал играть horizon zero dawn мне так не хватало вот этого параплана то есть знаете возможность спрыгнуть не спрыгнуть вернее ну да спрыгнуть горы и спуститься плавно вообще так не хватает так давайте посмотрим что у меня есть потому что мне нужны вообще-то сейчас что у меня именно не хватает мне пригодятся смотрите изготавливаем себе стрелы для усиленного лука высокоточный он здесь у нас так это у нас комплект боеприпасов для вот этого оружия смотрите вот это оружие вот и есть значит два вида оружия которые мне честно говоря так как ты не зашли сейчас скажу вот значит трассомет у нас здесь где-то был нитемет и трасс и канатомет и да нитемет и канатомет нитемет позволяет делать ловушки то есть ставишь одну один упор ставишь второй упор похоже на джаль скос чем-то монстр идет спотыкается его там электричество может ударить вот на самом деле мне не сильно понравились эти ловушки потому что они практически сами по себе ничего не делают врагом они просто его на время обездвиживать вот кстати пришло мне обновление вышел патч dark souls 3 части патч по сути для playstation pro который разблокирует фреймрейт позволяет достичь более высокого фреймрейта чем на оригинальной playstation 4 я смотрел тест digital foundry которые да запятнали себя когда ну не вообще опять же они запятнали себя именно что-то типа обзора horizon zero dawn а не просто как бы когда они графики рисуют то есть там они вроде ничего так не поделают то есть там они просто сказали информацию про horizon zero dawn которая не особо соответствует действительности так мы с вами что нашли так а это кстати это кто у меня тут был так сейчас давайте спрячемся в кустах а вон смотрите вон какая гадина это у меня падальщик да фиг с ним с падальщиком как я уже говорил в обзоре в принципе можно убежать от любого абсолютно любого монстра абсолютно от любого врага здесь принципе не очень сильные враги самые больше всего бесит рыскари но поначалу месяц они просто при столкновении с вами ну то есть когда они вас заметили бегут на вас они чем-то таким стреляют что ослепляет на какое-то время и этим они напрягают хотя на самом деле в остальном они очень слабые и вообще их очень легко обойти давайте я сейчас например покажу покажу как можно из стелс режима я в стелсе башка торчит но как вы здесь смотрите как сделано то есть красная трава и рыжая девушка ну понятно вот как специально растили не то чтобы она сильно рыжая но со стелсом здесь вот смотрите бесшумная атака я провожу бесшумную атаку меня никто не заметил я прошу отметить давайте мы сейчас смотрите вот что сделаем вот бесшумная а нет 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 я не это хотел сделать а не только кнопку нажал короче надо было нажать треугольник и тогда я бы сделал его своей лошади этого бегуна вот у меня правда тут еще остались бегуны непуганные они меня пока не замечают так вот удерживаем чтобы перехватить управление удерживаем чтобы перехватить управление все бегун мой оставим его пока стоять пока я не разберусь вот с этими а нет пока нельзя делать вот вот это мы его нейтрализуем и нейтрализуем рыскаря для каждого так вот для каждого монстра есть у этого вот визора который мы смотрим есть какие-то особые функции ну например для рыскари можно отметить где они ходят хотя на самом деле честно говоря не понял зачем потому что ну поначалу может быть это будет вас волновать потом да где бы они там не ходили душа либо от них можно убежать либо их можно просто побить вот они как бы видите они насторожены насторожены но при этом как бы не сильно париться насчет моего нах местных хождения здесь темнеет темнеет так у меня смотрите меня здесь указатель сейчас я вообще покажу вот типа gps это указатель к цели цели миссии то есть я сейчас на самом деле нахожу в середине миссии то что с миссии можно уйти прямо и середине а считаю это хорошо то есть все вот эти игры с открытым миром когда ты можешь середине сюжетной миссии просто куда-то свалить это хорошо потому что когда как far cry 3 чем он именно 3 вот немножко не понравился тем что если ты сюжетной миссии то все игра из open world превращается абсолютно линейный коридор который помимо того что ведет тебя за ручку через каждый угол здесь сюда именно поверни здесь сюда если ты встанешь не на место то у тебя не 3 гернется следующая путевая . это все бесит и реально то есть миссии уйти нельзя но в большинстве игр все-таки можно так вот просто смотрите у меня вот этот указатель он в том числе вот они мечт не замечают сейчас а вот на заметили прокомментировала лой так как где мне лучше свернуть а вот здесь не лучше свернуть а здесь дорога есть я чё-то не заметил вот кто-то у нас тут водится ночью просто не очень хорошая видимость на самом деле и это напрягает да я сейчас просто иду можно сказать пешком в том числе просто чтобы показать мир на самом деле здесь есть fast travel который правда требует ресурсов либо там нужно купить в общем насобирать шкуры купить определенную вещь которая то ли безграничный кое-что я так не купил то ли безграничный fast travel дает то ли чё но я и не купил просто потому что мы как-то не сильно заморачиваюсь то есть просто есть какие-то механики в игре которые но то ли мне не интересно то ли чего то есть как например там те же ловушки ну честно я не сильно понял зачем потому что если бы я мог получить с монстров которые убиваются только этими ловушками какие-то достаточно ресурсы которые можно достать только с них а мне они там очень нужны для прохождения игры то наверное я бы так делал так давайте пособираем ресурсы немножко остановись беглая лошадь так ну слезай давай вот тогда я наверное это делал но поскольку во первых ловушка не является обязательным там даже для больших каких-то монстров тем более что с большими монстрами ну там вообще просто долго придется биться то есть они в любом случае тебя заметят то есть если у тебя какой-то большой враг который не убивается там с одного удара снова выстрела лист пары выстрел он тебя все равно заметит ты все равно вступишь с ним схватку поэтому если ты хочешь с ним вступить схват да чё тянуть вступай сразу зачем нужен стелс я не понял вот в зелье кстати стелс тоже не ахти то есть его туда явно завезли по остаточному принципу ну как всегда помните раньше в зелье же был принципе стелс так мог стелс вот и примерно таком же уровне его туда завезли но просто здесь еще кусты вот эти добавили в которых ты как бы можешь прятаться в зелье их нет может быть даже лучше что в зелье их нет потому что ну понимаете башка у тебя все равно торчит и как бы не заметить это вот то есть мы смотрим разный миг сожалению мы смотрим его ночью ночью он все-таки на мой взгляд не настолько красив тем более что сама природа здесь она такая темная здесь видите фонарей ну да стоят фонари особо ничего не освещают луна зато сильно освещает прожектор такой так это явно мне навигатор выбрал маршрут который у меня в лошадь как бы очень это самое так ну вот какие-то люди это охотники то есть это не то что люди там идут от селения в селение это охотники племени они очень могут на кого-то напасть могут нет ну вот они на кого-то напали видите на них значок что это моет чтобы я их не перепутал с не моими таком никуда я правильно убежал или да я правильно убежал видите вот этот значок он означает я так понял это не количество метров а количество шагов потому что шаг он не совсем метр хотя упрощенно считаю так на больших расстояниях нельзя использовать такое сравнение шаг меньше получается вот кстати эти как я забыл как не называются короче говоря они легкие они как раз на огонь реагирует но забьем на них бежим 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 ты дык ты дык анекдот такой чупчин написал самую большую мире книгу его спрашивают а что в начале вашей книги он грит чупчатнака садится на оленя а что в конце вашей книги чупчатнак слезает на соленья а что в середине ты дык ты дык ты дык ты дык вот пример о ваша машина не может сюда пройти но это видимо поселение людей которые те самые они общем да так здесь у меня открытка сервис открыт ладно давайте попробуем посмотрим остались ли у меня функция автоперемещение честно говоря я бы переждал так люди пишут привет если игра не так хороша что что в нее игра что мне в нее не играть опять же что значит не так хороша я сказал что это хорошая игра это русским языком произнес игра хорошая я же так и сказал я вот это как раз то и чем я говорил самом начале обзора horizon zero команда сейчас люди не воспринимают что-то вот ну гамму вот эту всю эмоции оценок и все прочее люди говорят нет оценка должна быть по 10 балль системе они по шкале оценка должна быть п 100 балльной шкале но при Я там люди воспринимают, нравится или не нравится. То есть, либо игра говно, и ты в неё вообще не играешь. Я ей, да никогда больше не запущу. Я запущу жойстик в стену, а лучше в лоб разработчику, которую я сделал. Либо, а, это 10 из 10, я буду в неё просто постоянно играть. А зачем тогда все эти оценки? Слушайте, камон, игра хорошая. Я не говорил, что она плохая. И почему в неё не играет? Она хорошая. Особенно, когда поиграешь во всё. Продавец. Так, я ему не буду на самом деле ничего продавать. Здесь продавать, а ну, знаете, как бы деньги особо не нужны. Здесь в виде денег осколки. Но, кстати, здесь есть очень хорошая вещь, которая вот есть буквально в паре игр, может быть, всего. И вот именно в плане продавца. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Например, одежда. И мы смотрим. Во-во-во-во. Видите, одежда. То есть, какая-то определённая одежда, она требует от тебя не только денег, вот этих, да, металлических осколков, но и определённые ресурсы. Определённые ресурсы, причём разные. То есть, для разной одежды разные ресурсы. Конечно, это можно сравнить с кузнецом, типа он тебе его выковал. Но, с другой стороны, согласитесь, когда ты подходишь к кузнецу в какой-то игре, и он тебе выковывает, как бы это сказать, наверное, нельзя так сказать. Ну, неважно. И он тебе выковывает это буквально за секунду. Ну, это не совсем реалистично. Когда ты это покупаешь, это всё-таки как-то более реалистично. Но, именно то, что здесь сделана вот такая вещь с ресурсами, оно как-то, это хорошо. Это довольно интересная мелочь, которую я в обзоре не отметил, потому что это именно мелочь. И многие люди бы вообще не поняли, о чём я, собственно, вообще за это, зачем на это заостряю внимание. Но мне показалось всё-таки это таким положительным моментом, который можно записать. Такой маленький плюсик игре. Так, ну что. И куда мне, собственно, идти? Вот сюда. Селение, да, в селениях делать нечего. Честно говоря, я до сих пор так и не понял, где найти вещь, чтобы провести время. А, здесь где-то можно спать, по-моему. Подождите, сейчас, 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 кровать надо найти. Надо найти кровать, но это не везде работает. А, отряд. Ах, да-да-да, отряд. Прости, я же сейчас как... По-моему, я сейчас как раз в середине этой миссии. Или нет? Ну, я набрал кучу миссий, потому что... Я почему просто не помню, где ночевать, потому что я обычно без этого играл. Там в самом начале игры по сюжету есть место, где у костра можно провести время. Но в Зельде, кстати, во всем, в любом костре так можно... Не-не-не, не будем разговаривать. Ладно, просто давайте перемещусь я к месту задачи. Посмотрим, что я там должен сделать по заданию. Как видите, я открыл весь мир. Но весь мир здесь открыть довольно легко. Это, по-моему, всего 5 длинношей их. 5 или 6. Можно их... А, нет, на карте их не видно. Вот. Всего 5 или 6. Это немного. Это легко. И в принципе, открыть мир можно... Вот видите, у меня тратится комплект быстрого перемещения. Один. Его можно скрафтить. У меня пока один. Надо сейчас посмотреть. Мне надо накрафтить, на самом деле. Может быть, поохотиться немножко, потом идти дальше. Потому что, скорее всего, как только я пройду какой-то сюжетный элемент, мне понадобится бежать еще через всю карту. И мне понадобится комплект... Как это? Быстрого перемещения. Да. Комплект быстрого перемещения. Вот. Ну, ждем. Да. Это быстрое перемещение. Это вот один из главных минусов игры. Сразу же мы заговорили о плюсах. Вот это один из главных минусов. Это вот эта загрузка. Время загрузки очень долгое. Это плохо. Так есть не везде. Так быть не должно. Но, по крайней мере, в Open World. В Skyrim тоже долгая загрузка. То есть, чтобы мне не говорить, типа, ты вот все время там топишь за Skyrim. Да. В Skyrim тоже долгая загрузка, хотя не всегда. Там, если здесь почти всегда, что игра грузится столько времени, что перемещение быстрое, оно там по карте грузится примерно столько времени. В Skyrim оно по-разному. Там игра грузится долго, быстрое перемещение, смотря, насколько далеко ты, типа. Так, смотрите. Мне нужно вот в изготовление, путешествие, комплект быстрого перемещения. Мне нужно жирное мясо. Жирное мясо могу добыть с кабана. Для этого мне нужно убить пару кабанов. Я опять не знаю, как из мяса крафтится что-то. Ну, как бы, крафтится и крафтится. Кабана. Мне нужно найти кабана. Кабаны водятся везде. Здесь всего 4 или, может быть, 5-6 типов животных. Ну, не больше 6. Они водятся везде. О, какие-то роботы. Давайте-ка мы... Ну-ка, присядь. И мы на них посмотрим визором. Долгонок. Еще один долгонок. Уязвимость к электричеству. Видите? Сейчас, сейчас, сейчас. Где оно? Вот, туловище, уязвимость и значок электричества. У меня есть? У меня, по-моему, нет электрических стрел. Здесь каждый лук, который вы там покупаете, он может всего два вида стрел использовать. Вот у меня, например, используется это на пробитие брони и на огонь. А здесь на пробитие брони. И вот это я так и не понял, что это. Это какой-то парализующая стрела или что-то там. Я, короче, так и не понял, против чего оно эффективнее. А, мои перки, кстати. Мои перки. У меня сейчас 0 очков. Ну, как видим, только здесь вот верхняя строка требовала одного очка. Два перка, по-моему, были открыты с самого начала игры. Дальше уже требуется 2 очка. Потом требуется 3 очка. А потом требуется снова 3 очка. То есть, таким образом, если вы получили очко-навык, как бы еще ничего не значит. Вот. Кстати, некоторые, вот, наверное, из-за системы прокачки именно такого плана называют ролевой игрой. Хотя, на самом деле, сейчас такая система прокачки есть почти везде. Даже в Doom, слушайте, есть такая же система прокачки. Практически. Так. Кабана. Я хочу найти кабана. Ну, мне реально просто. Ну, как бы, мне жирное мясо. Оно, в принципе, стоит... Ну, попадаются-то часто, эти кабаны. И, в общем, не такая проблема. Тем более, все равно пока темно. Я бы хотел продолжить выполнение миссии, как рассветет. Давайте заберемся немножко на гору. И посмотрим, есть ли там где-то кабан. Если там нет кабана, то я не знаю. Ну, в крайнем случае, пойдем так. Но... Ну, давай, карабкайся, карабкайся. Ну, да. А вот Линк Зельди умеет карабкаться по горам. Кстати, когда я начал играть в Зельду, я думал, что вот это карабкание по горам. Это минус. Ну, блин, ну, это же как? Ну, ну, чё? Ну, я на любую гору могу взлезть. Ну, это же аркада и всё такое. Но потом, я просто когда начал играть, я понял, что это очень хорошо работает на геймплее. Потому что в том же Скайриме, в этом огромном мире, ну, тебе, не знаю, там, ну, не полмира, ну, там, какая-то часть мира, там, четвертая часть мира тебе недоступна, потому что не можешь залезть на гору, да? Там, пытаешься на лошади, особенно лошадь хороший скалолаз, пытаешься залезть. Не получается это отстой. И, а хочется, там, залезть на агро, посмотреть, там, на мир вокруг, вот, нельзя. Вот, в Зельде можно, это хорошо, здесь тоже нельзя. Да, ближе к Скайриму. В Ведьмаке особо таких проблем нет, потому что в Ведьмаке, на самом деле, практически отсутствует вертикальный геймплей. Это очень так скрыто, то есть незаметно, потому что вроде холмы есть на Скеллиге, даже гор, вполне себе, такие скалы. Ну, просто там нету практически таких вещей, что ты можешь, там, на горе, например, на разных уровнях как-то воевать, да? То есть обзор с горы, то есть там такие вещи практически не используются в Ведьмаке. Поэтому, несмотря на то, что карта там все равно, она, ну, горе и холмистая местность, как такового геймплея вертикального, там все-таки нет. Но нельзя назвать это минусом Ведьмака, просто потому что разработчики игры, наверное, сделали все, чтобы это скрыть. То есть тебя это как бы не парит. Просто когда ты начинаешь, там, играть, там, в тот же Скорим, ты понимаешь, опачки, типа, я могу, или там вот даже Хорайзен, я могу здесь пойти, я могу так пойти, я могу здесь, я могу там гору обойти, могу через гору перейти, то есть вот эти все вещи. Ну, в Ведьмаке как-то оно в основном, ну, может быть, потому что мало гор, ну, холмы же не считаются там. Так, ладно, я иду все-таки к цели миссии, просто потому что нету этих дурацких кабанов, я не знаю, спят они или что. Потому что персонажи здесь обычно не спят, ну, лежат могут, но, в принципе, они все равно всегда доступны для взаимодействия. Вот, вот, моя, короче, партия. Мне с ними нужно перебить лагерь. Я помню... А, ну, сейчас мне опять эти монстры не зачищены. Здесь, на самом деле, довольно сложная, можно сказать, даже миссия, потому что, во-первых, мои напарники быстро дохнут. То есть, да, они не обладают бесконечным запасом оружия, они дохнут. Хорошо это, плохо, но они дохнут. Так, что у нас? Уязвимость к огню и сопротивляемость к молниям. Ну, к молниям у меня и не... Ой, елки-палки. Ну-ка, присядь. Так, огненные стрелы у меня только в обычном луке, который слабый. Это, конечно, я неправильно тогда распределял перки, когда еще начинал играть. Ну, просто луки эти все дорогие. Самое главное, вот эти вот усилители, они вообще очень редкие и очень дико дорогие. А хотя, смотрите, вот у нас есть чувак. Давайте долбанем-ка ему прямо в лобешник. Да, ну, я кнопки забыл. Вот, так. Так. Здесь, как я уже говорил, стрелы всегда летят по прямой, поэтому надо просто нацеливаться. Если хочешь попасть кому-то в голову, как бы далеко он ни был, целишься просто в голову. Вот, то есть поправки на расстояние делать не нужно. Попробуем от... А, нет, что, меня заметили? Они, наверное, других заметили. Наверное, не меня. Ну, на самом деле, я-то тоже не очень-то далеко. Могли бы и заметить. Я надеюсь, это голова... Нет, это не голова. Быстро стреляем второй раз. Все. Очень надеюсь. Потому что не хочется, знаете ли, раньше времени. Но, на самом деле, смотрите, вот эти вот монстры... Да, кажется, нас начинают... Да, ну, спрячься же ты. А, ну, конечно, наши решили пойти в открытую атаку. Куда ты делся? Куда он делся? Можно, в принципе... А, вон он, вон он, вон он. Так, животные нас сильно, как бы, дисбалансируют. Я сейчас попробую что-нибудь... А почему я не могу с этим ничего сделать? Ну, ладно. Смотрите, что я могу сделать. Они, короче, освободят животных, если... Вот эти люди освободят животных. То есть, видите, они на привязи. Но, ай, нет. Текаем, текаем, текаем. Так, ну, вот начинается режим боя с животным. То есть, когда мы... Когда мы просто стреляем долго из лука. Убегаем от него. Пытаемся спастись от атак. Короче, как если бы мы играли в Dark Souls за лучником. Кто-то играет в Dark Souls за лучником? Не, в Dark Souls лук, конечно, чисто второстепенный вид оружия. То есть, нельзя в Dark Souls с луком, по-моему, выиграть. Я не видел таких. Видите, он горит. И пока он горит, постепенно его здоровье снижается автоматически. Но горит... Чем больше монстр, тем меньше он горит. То есть, выстрелил, он раз, быстро перестал гореть. Что там? Так. Нате в борщ. Нате еще. Так. Вот сейчас уже, конечно, сильно метко стрелять не получается. Не до того. Вот, видите, они освобождают монстров. Ну, роботов этих. Непривычно их как-то называть. Здесь проблема в том, что... Надо залечиться. Оружие ближнего боя довольно бесполезны. Поэтому... Так. О, у него... Так, ну-ка, подождите. Может быть, получится. У него мешок с броней. Видите? А, у меня боеприпасы кончились. Нет. Так, ну ладно. Я могу в процессе боя, в принципе, сделать парочку. Так, что-то как-то он... Ну, он хорошо убивается. Так. Так. Давайте-ка подбежим и вот... Да ну давай! Вот и все. С этим разобрались. Так, кто у нас там еще? Этот у нас... Пока не на свободе и не будет на свободе, если его никто не... Да, сиди там! Что это? Сиди там. Надо пособирать. У него тебе пригодится. О, целебная зелья. Зелья может крафтить. Можно лечить себя вот этой травой. Он, видите, там плюсик у меня в левом верхнем углу. Это как раз ресурсы от сбора травы. Но... Так. А, нет! А ну-ка! Ну-ка, залечилась! Чё? Я ж, мол, у меня вообще переключилось это самое. Блин, короче, отстой какой случился. Суть в том, что... Когда вот именно идет замес, там не дают... Не всегда дают лечиться. Вот, проблема в этом. Но просто проблема главная. Главная проблема то, что оружие ближнего боя, оно никакое. Ну, вообще. То есть, как бы им не помажешься. Несмотря на то, что это вроде как копье, но его нельзя бросить. Ну, и видите, меня перебросило, но на... Сам... То есть, скорее всего, я сейчас приду туда. И там будет... Всё сначала. Я тогда, наверное, если сейчас будет всё сначала, я, наверное, поиграю. И перемотаю на то место, когда я там или пройду, или там займусь чем-нибудь другим. Просто, чтобы не грузить. Летсплей повторами. Повторами механики. Чё у нас тут? Чё у нас тут? Я ещё не пришёл. Да, а сколько аж бежать? Это, видимо, специально так делаю, чтобы она грузилась в процессе. Да, да, всё сначала, блин. Всё сначала. Вот отсюда. Темно ещё, понимаете? Темно. Ладно. Давайте я сейчас попробую это пройти и перемотать на то место, где уже всё хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так Вот, и еще раз И еще сколько раз Ой-ой Так, у меня кончилось Красные бутылочки Кончились Не сильно я сейчас попадаю по этой штуке Но я... А, все, он сдох Он сдох, видимо, потому что сгорел Так, хорошо Там остался этот чувак, да? Так, где он? Это он? Вот, вот это он Топором Вот сколько можно его топором бить Но это, кстати, вот для Герилла Геймс Характерно, помните, был Killzone Shadow Fall И тоже на PlayStation 4 И там был еще босс такой Как же его звали-то, я забыл В общем, суть в том, что там ему можно было в башку Из пистолета Или из пули, чего угодно Выстрелить 20 раз Или не знаю сколько Короче, он не убивал Он был без брони Он просто в плаще бегал Вот, то есть ничего у него не было И при этом Надо прорваться И у меня боеприпасы кончились Ну Что? 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 Она у Визар хочет отнять? Визар Забираем Визар Ну давай, давай, давай Что? Я не могу понять Вот чем они защищаются от этого жуткого звука А-а-а И? Сау Эй! Я еще не полностью лутонул его Ну-ка Где он лежал? Эй, хорош! Я убил босса, я заслуживаю того, чтобы его полностью Вот А, ну Это, короче, мне, наверное, не нужно Мороз, щипрец Выросло, называется, в этих краях Так, это просто вот эти вот пулеметы И они мне не нужны Ну, это как Джаскоз Где Вы Можете какое-то время носить Пулемет Но Недолго Ну, потому что его нельзя С ним бегать Нельзя с ним прыгать Летать Там, взять с собой Ну что? Давайте Сценку триггерим Сценку Народ требует сценку Хлеба и зрелищ Ну, камон! Ну, серьезно! Что нужно сделать? От кого ты оторвалась? Комментарий Ну, давай, 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 давай Что? Мы идем? Чувак Давай, шевели булками-то Ну А-а-а А, ну и че? А, ну Ясно Все? Теперь можно идти? Ладно Так, сразу сказали Понятно Какая-то маленькая фигулинка На стене Что это? А это, видимо, гипноз какой-то или что? Может быть, их как бы гипнотизировали Но это, по-моему, не основное сюжетное Все-таки Не основное сюжетное задание Я просто уже, когда его брал Забыл Просто вот с этим Если это все-таки не является частью основного сюжета То вот с этим вот мужиком Можно сказать, самое интересное задание В игре Кастом Ну, вот эти, которые свободные Смотрим сцену Мне кажется, будет спойлер А, Меридиану А, Меридиану называется Это город Да, коншная Ну, я так и думал Почему в игре всегда так делают Фильдик все так делают Я не подведу Обещаю Мне этот самый Почему-то Анчарта 2 напоминает Эрэнд Эрэнд Соболезную Его зовут Эрэнд Надо найти до рвала На Меридиан Такой большой Какой большой вы че, серьезный? Осмотрю его вещи Еще Москву не видел чувак Я же пойду за цепку Все, давай бежим отсюда Так Что он тут проворачивал? Я хочу ли я вообще Осмотрите мастерскую Дервала То есть мы сейчас играем В Ведьмака Либо в Бэтмена В Бэтмена Мне тоже это было Вернусь Ээээээ Стой Просто мне нужно Да Я взял много хорошего лута Который я могу продать Сделать из него что-нибудь Что-то будет если включить Полезное Что включить? А, аудиозакис Ну-ка Давайте скажите Что-нибудь, лапочки А, что сказать-то? Я даже не знаю Да что угодно. Я просто хочу услышать твой голос. И сохранить его. Я спою, папа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Может что-нибудь в записях? Так, ну хорошо. Смотрим. Письмо. И какое-то письмо вложено. Он переправлял в город от Миши. Короче, мы собираем все, что можем. Когда только мы все соберем, мы можем продвинуться дальше по этому заданию. Так. Все, нужно поговорить с этим, да? Хорошо. Ну. Кажется, я что-то обнаружила. Нам надо вернуться во дворец. Иди. Я догоню. Я должен позаботиться о сестре. Так. Во дворец мы сейчас не пойдем. Нет, пойдем. Но не си разум. Но пойдем. Почему пойдем? Все-таки не для того, чтобы продолжить сюжетную линию. Я просто хочу вам город показать. Но он, как бы, он, конечно, не такой уж очень большой, как сказал этот чувак. Но он большой. Это да. То есть он не маленький. Я достиг 20 уровня. И могу, в общем, еще что-то полезное. Так, навыки давайте. А, ну блин. Мне же единичку ничего не стоит. Да. Мне нужно еще много-много навыков. Очков навыков получить. Так. Я собирался найти кабана. Потому что у меня, в общем, недостаток. Да, сиди уже пристегнутая твоя. С лошадью меня не пустили в город. А то бы я... А то бы я... Да, я же хотел показать, как от всех можно убежать. Но здесь они пристегнуты. Это ладно, ерунда. Можно сейчас бежать-бежать. И найти по пути того, от кого будет сложнее убежать. Ну, потому что он не будет пристегнут. Но можно убежать все равно от любых врагов. Это я вам гарантирую. Если уметь бежать, конечно. Здесь, смотрите. Когда Илой бежит. Вот, смотрите. Вот это Илой просто бежит. А это спринт. Спринт не расходует стамину. Спринт, в общем-то, практически можно делать бесконечно. Лошадь только не может бесконечно делать спринт. Но это, в общем, небольшая проблема. Лошади у меня нет, конечно. Обидно. Ну, на самом деле, я большую часть игры, что, кстати, здесь, что зельди, я перемещаюсь на ногах. Потому что с лошадью, знаете, проблемы. Нужно, представляете, где-то припарковать. Нужно, чтобы не украли. Ну, то есть, все вот эти проблемы. Вот, давайте от птицы убежим, например. Вот у нас долг... А, это не птица. Это долгоног. Ну, неважно. Издали, похоже, был на птицу. Давайте убежим от долгонога. За мной гонится долгоног. Туман дурацкий. Дурацкий туман. Берите туман. Нет, сейчас еще погода может испортиться. Там что-то сильного тумана. Такого я раньше не видел. Может, пачку это добавили? Или просто в этом регионе такой туман? Нет! Нет, 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 нет. Я остановился посмотреть на туман, поэтому меня догнали. Вот, видите? Вот он за мной бежит. Он за мной бежит. Но он не может меня догнать. Это просто я остановился и... Не надо было... А вон птицы. Во! Ну, вот это да. Вот таким образом он может меня настигнуть. Побочное задание. Убить коршунов. Но я не буду сейчас этого делать. Не для того меня мама растила, как говорится. Сейчас мы немножко убежим. Просто я хочу, чтобы вы поняли, что можно убежать. Все, я убежал. Да, я убежал. Вот. Теперь давайте пойдем в тот город. Действительно, я вам покажу город. Хотя, если мы пойдем не прям... Не переместимся не прямо в него, а где-нибудь... Вот давайте вот в этом месте. Просто потому, чтобы посмотреть его издали, да. То есть, как бы оценить масштабы. Он неплохой. Неплохой город. Красивый. Восточный такой. Типичный восточный город в ролевых играх. Ну, или в ролевых, в Open World таких играх, которые с таким сеттингом типа старина. Но здесь мы знаем, это же не старина, это будущее, напротив, после того, как человечество чуть не было уничтожено машинами, которые они сами же и создали. Ну, такой примерный сюжет. Чего-то типа такого. То есть, на самом деле, цель игры... Точнее, не цель игры, а цель самой Элой, это вот узнать правду. О том, что было, к чему это привело, откуда вообще она взялась, то есть свое происхождение понять, понять причины этих катаклизмов. Ну, и где-то немножко даже поучаствовать в предотвращении этих катаклизмов. Будущих. Или прошлых. Ну, как бы это сказать. Не знаю. В общем, суть в том, что мы с одной стороны расследуем, с другой стороны занимаемся делом. И то, и другое здесь есть. И вот мы подходим... Да, вот сейчас, 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 подождите. Не сюда. Вот сюда мне, да? Вот сюда. Да. Идем сюда. Не буду, опять же, никаких монстров агрить. Здесь... Ну, они сами к себе агрятся. То есть, я думаю, сейчас мы пройдем через ущелье. И, по идее, как раз за этим ущельем, судя по карте, должна... Должен открыться вид на город. Вот. Кстати, я сейчас подумал, что все эти ущелья наводят на мысль, что пока мы бежим по извиделись к булочкам, подгружается следующая часть карты. Может такое быть или нет? Я не знаю. В Зельде точно не так, потому что в Зельде почти все открыто. И, на самом деле, в Зельде действительно огромный, огромный мир. Просто нереальных размеров. Он, судя по тому, что писали в полтора раза больше, чем в Скайриме. Это, конечно, не самый огромный мир в играх. Самый большой мир, который, по крайней мере, я видел, я играл, это Джаскоз 2. В третьем поменьше все-таки. То есть, может быть, общая площадь карты и такая же, но она гораздо меньше плотности имеет. Хотя разработчики играли обратное. Ну, вот, кстати, просто вот по этой... Я просто буду снимать одно видео, там, про сравнение Хорайзона и Зельда. Просто вот по этой вот... По этой панораме вы можете заметить, насколько все-таки в Хорайзон невысокая дальность обзора. То есть, она высокая по сравнению с тем, что было раньше, с тем, что мы видели. Но если перейти на Зельду и посмотреть там, то там гораздо дальше можно видеть. И мир в Зельде больше. Это правда. То есть, в Хорайзон мир, судя по тому, опять же, что писали, он меньше, чем в Скориме. Примерно сравним с размером мира в GTA V. Или больше. Ну, что-то между GTA V и Скоримом. В GTA V, кстати, на самом деле, небольшой мир. Там получается сколько квадратных километров, я не помню. В Скориме где-то 30 или 40 квадратных километров. Самый большой мир, который я видел в Джаскоз. Два... Там около тысячи квадратных километров. То есть, там где-то 33 на 33. Даже 32 на 32 километра это область ограниченной острова. Мии. А улететь... Я пробовал как-то взять самолет угнать и полететь, куда глаза глядят. Я летел, летел, летел. Улетел за 20 километров или за сколько от стартовой локации, с которой летел. Ну, от берега даже. Вот. И... То есть, судя по всему, там просто подгружается постоянно это бесконечный океан. Никуда прилететь нельзя. Мультик не показывают. Хотя я же не улетал на 100 километров. Или я улетал на 100 километров. Так что, далеко улетел. Но суть в том, что живая карта, да? Живая карта в Джаскоз 2 это 30... Где-то, ну, 32 на 32 километра. То есть, 32 так, 32 так. Перемножаем. Получаем приблизительно тысячу квадратных километров. Вот. Это все место, которое можно исследовать, куда можно переместиться. И которое практически полностью можно обозреть с какой-нибудь высокой точки. Ну, не полностью. Но здесь... Нет, здесь хорошо все равно видно. Но мы видим, что действительно, как мне писали тоже в комментах, в тумане скрывается очень много деталей. В том числе туман... Нет, когда вдали, это правильно. Потому что есть такое понятие атмосферная перспектива, да? То есть, чем дальше вы смотрите, тем больше оно все в дымке, в дымке, в дымке. Но здесь, как мы видим, туман вообще везде. То есть, даже вот эти горы, которые реально близко, они все равно в тумане. Но при этом это все равно... Ну, сложно сказать, что это прям такой минус. Потому что мир-то все равно красивый. Действительно, очень красивая игра. Давайте... Не работает. Ладно, фиг с ним. Потрясающе красивая игра. Так, я посмотрел город. Давайте я скоро буду заканчивать. Но чтобы еще показать, чтобы... Это самое... Пустыню мы тоже видели пробегом. Давайте я побегу в джунгли. Побегу в джунгли, и мы посмотрим с вами джунгли. Здесь просто лифт как раз. Вот через этот лифт нужно спуститься, по-моему, да? Сейчас я поставлю себе здесь какое-нибудь... Я не буду быстрое перемещение делать, просто потому что иначе... Ну, а... Че играть тогда? Вот. Буду бежать вот так. Нам нужно через вот эти лифты. Я, честно, не понял необходимости в этих лифтах. Ну, кроме того, что, да, они спускают с большой высоты. Они выглядят эпично. Но при этом можно заметить, что здесь есть куча лестниц, которые, в общем, тоже можно было бы использовать. И не ждать лифта, кстати. То есть лифт, он немножко здесь бесполезен. Но, учитывая, что здесь стоят вот эти большие махины, они мне закрывают прямой спуск, то пусть будет так. Красиво выглядят, опять же, и механизмы, и лифты, и все это выглядит круто. Поэтому все-таки... Нет, понимаете, какое дело? Графика важна. То есть я не буду говорить, что графика вообще не важна в играх. Нет, важна. То есть это, конечно, далеко не самое важное в играх. Но графика должна работать на геймплей. Здесь она работает на геймплей. То есть в этом есть преимущество. То есть если бы это просто... Ну, знаете, как Орден 1886, другой эксклюзив для PlayStation 4, в котором вообще отсутствует геймплей. То есть это как какой-то маленький кусочек из Gears of War, при этом самый скучный. Но очень-все красиво, но очень-все красиво. Но и все, и кроме этого красиво ничего нет. Даже сюжет, там, по-моему, 5 часов и все. Здесь нет. Здесь гораздо лучше, чем Орден 1886. То есть здесь, помимо того, что красиво, здесь еще и можно эту красоту как-то использовать. Вот. Хотя, да, геймплей все равно местами вот он действительно в такие схемы ударяется. То есть ты идешь-идешь, ты думаешь, сейчас будет что-то интересное. А здесь нет. Это все ты уже видел в этой же самой игре тысячи раз. При том, что сама игра напоминает кучу других игр, которые ты тоже видел тысячу раз. Видите, подгрузилась тень. Что касается графики на PlayStation 4 Pro, я буду делать в том числе сравнение, когда буду снимать про PlayStation 4 Pro. Ну, я, естественно, сравнение сам для себя тоже проводил. Я имею в виду, что я его буду выкладывать в своем видео, в своих видео. Так, ладно, давайте переместимся, а то это реально долго будет. Я просто хочу вам лес еще показать, просто так вот, ну, для... Вот, кстати, вот для нашей мест. О, давайте на него прямо переместимся. Ну, почему? А, у меня нет комп... Подождите-ка! Подождите-ка, у меня нет комплекта. Ой, нет, какой отстой. Ну, мне нужно жирное мясо. Ладно, ищем жирное мясо. Вот. Я буду проводить сравнение. На самом деле, на PlayStation 4 Pro разницы большой нет. Ну, серьезно. То есть там... Она есть, формально. Если играть в Full HD. Ну, в принципе, и там не важно, Full HD нет. То есть там немножко больше деталей завезли. И вот вдали, например, вот если смотрите на какой-нибудь кустик вдали, на PlayStation 4 он может быть чуть более детальным. Но, опять же, из-за того, что здесь используется вот этот туман, очень активно, вы этого можете даже не заметить, когда будете сравнить вот так. Просто посмотреть на картинку и все. А вот если наложить скриншоты один на другой, что я и сделаю в видео про PlayStation 4 Pro, то там уже можно будет заметить. За мной гонится робот. Странно, что здесь животное. Ну, вот животное, кстати. Но с него, по-моему, жирного мяса не будет. Но мы попробуем. Да что? Иди сюда. Какое мясо берем? Жирное мясо! Отлично! Мы жирное мясо взяли. Крафтим. Все, больше нельзя. Нам этого хватит, чтобы переместиться вот на длинношеево. Почему на длинношеево? Потому что он, это высокая площадка, с нее хороший обзор. И далеко видно, ну и, в принципе, красиво. Когда еще с освещением везет, то есть, когда солнце там сбоку, красиво, в принципе. Потому что ночью мне все-таки, ну, там говорят, вот она, ночью прекрасно. Ну, я не знаю, ночью мне не очень нравится здесь бегать. Я вообще ночь в играх не очень люблю во многих. Ночь во многих играх довольно скучна. Ну, вот мы смотрим на еще один биом. Я-то думал, вообще-то меня на длинношеево посадят. Я ради чего сюда перемещался? Нет, можем на него залезть, конечно. Ну, в общем, это тропический лес. Видите, огромные деревья, зелень вокруг. Немножко похоже на джунгли. Так, у нас здесь где-то ходит длина шеи вокруг этой огромной... Этой? Или не этой? Вообще-то я сюда перемещался. Что-то как-то меня переместили совсем. Не, но он ходит по кругу, большой круг делает. Мы все равно, мы должны посмотреть на длинношеево, и тогда можно будет заканчивать летсплей. Потому что как-то ты играл Horizon Zero Dawn и не показал длина шеи. Они красивые. Опять же, хочу отметить, насколько классно сделана анимация самих роботов. То есть, они выглядят очень хорошо. Они ведут себя практически как настоящие животные. То есть, у них там анимация вот эта классно очень сделана. Они не как-то дерганно двигаются, не очень реалистично двигаются. Да, это... Вот, вокруг этой скалы он ходит. Видимо, да. И он пошел туда. Ладно, если я сейчас здесь залезу, то как раз и против... Его движения пойду, то я как раз, по идее, выйду. Я в прошлый раз так на него и залезал со скалы. То есть, здесь, как я уже говорил, да, на каждую длина шею все сложнее и сложнее залезть. Поскольку они сами по себе высокие, им изначально нужно запрыгнуть на спину. А сделать это проще всего с какой-нибудь высоты. В частности, здесь надо... Нужно делать вот с этого уступа. Вон он. А, нет, на другую сторону все-таки идет. Ну, да ладно, фиг с ним. Я не буду ждать, пока он обойдет всю эту гору. Это очень долго. Вот. Я вам его показал. Сейчас я попробую, может быть, оттуда на него залезть. Но, видите, я от всех убегаю. То есть, это не проблема. От всех убежать. Наверное, с этой скалы можно было бы... Ну-ка. Нет, 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 нет. Не получится с этой скалы на него залезть. Земли тоже нельзя на него залезть. Потому что у него очень... Ну-ка отсюда. Так, сейчас он идет сюда. Сейчас. Они издают жуткий звук, но у меня есть защита от этого звука. Так что... Вот, прыгаем. Прыгаем на длиношеево. Отойди в сторону, чувак. Прыгаем на длиношеево. И залезаем наверх. Здесь еще вот от одного длиношеево к другому меняется конфигурация вот этих вот лопаточек. Специально, чтобы Лой могла по ним залезть. И они чуть немножко сложнее. Вот, я хожу по длиношеево. I'm the king of the world. Из Титаника. Короче, я думаю, на этом пора заканчивать. А, да, сейчас я спущусь с него еще. И это самое. Мы посмотрели Horizon Zero Dawn. Мы посмотрели открытый мир. Мы посмотрели сюжетную... Не совсем сюжетную, но задание. Кстати, сюжетная, не сюжетная. Давайте это же легко проверить, собственно. Активная. Список целей. Доберитесь до вас солнца. Кстати. И солнце падет. Да, это одно из сюжетных заданий. Да. Действительно, одно из... Нет. Или да. Да, одно из основных сюжетных заданий. Как бы здесь несколько. Ну, кстати, типа Ведьмака такая же система. Там же тоже, по сути, основное задание. Оно как бы... Основной квест. Основной сюжет делится на несколько основных сюжетных заданий. Вот. Как и здесь. Практически то же самое. Вот. Мы посмотрели это сюжетное задание. Одно из... Мы поиграли. Поохотились. Мы не нашли ни одного кабана. Но нашли одну лису. Замочили ее. Получили жирное мясо. Немножко покрафтили. Посмотрели торговцев. Посмотрели города. Короче говоря, мы практически видели всю игру. Мы даже босса замочили на самом деле. То есть мы... Ну, считайте, что вот эта игра. То есть она хорошая, как я уже говорил. То есть, в принципе, даже мне вот сейчас вот этот летсплей, этот час, было играть довольно интересно. Проблема в том, что практически вся игра будет такая же. Ничего принципиально нового не найдете. Вот. То есть, если вам нравится такой геймплей, представьте, что это все масштабировано, да, на довольно большой мир. И вы вот этим же самым можете заниматься во всем этом большом мире. Если вам все это понравилось, то, в принципе, берите игру смело. Она для вас. Вам действительно будет интересно в нее играть. Если вам кажется, что в игре должно быть больше каких-то там, я не знаю, штук, то, скорее всего, вам не понравится. Потому что, да, здесь есть всякие вот эти, не катакомбы, а как вот эти завалы древних вот этих цивилизаций, ну, как бы нашей с вами, да, высокотехнологичной цивилизации, которая погибла. Здесь ее можно поизучать, но это в основном все равно делается в рамках сюжетных квестов и не требует какого-то самостоятельного изучения мира практически. Вот. Так что каждый вторник я напоминаю, что у меня был какой-нибудь летсплей. По воскресеньям Super Mario Maker, по четвергам прохождение Super Mario Galaxy 2, ну и в остальное время обзоры, летсплеи... Нет, летсплеи обычно во вторник. Обзоры, инструкции и разные такие штуки. Типа распаковок, кстати. Распаковки я тоже иногда делаю, когда мне присылают что-нибудь интересное. Не просто диск с игрой, а когда мне коллекционку какую-нибудь присылают, я делаю ее распаковку. Если вам интересно, кстати, распаковки, пишите в комментах. То, может, никому не интересны распаковки, а я их снимаю, зачем я это делаю. Вот. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать все эти интересные видео об играх и игровых консолях. Ну и ставьте лайки, мне будет очень приятно. И спасибо, что смотрели. С вами был Денис Мейджор. До новых встреч. Пока. Пока.